всем привет сегодня разбор планировки трехкомнатной квартиры в жилом комплексе проспект мира город екатеринбург кстати недавно с павлом репиным мы снимали обзор на этот же как кто не видел по ссылочке велкам обязательно смотрим там и двор посмотрели подъезды в общем все кому интересно по ссылочке переходим и смотрим но сегодня я взял планировку и сделал так сказать свой вариант эта планировка с которой ко мне обратились заказчики и попросили иван пожалуйста придумай нам что-то гениальное потому что только ты можешь сделать нашу жизнь счастливей ну и конечно же я сделал правда попросили они стенки не двигать так что один вариант у меня будет без передвижки стен а второй вариант но как обычно все поломали и сделали так как надо поехали смотреть ребята прежде чем начнем поставьте лайк сразу же видео классно будет точно подписывайтесь на канал обязательно не 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 прям сейчас вот вот прям сейчас и подписывайтесь жмите на колокольчик и начинаем перед нами планировка трехкомнатной квартиры то есть три спальни и кухня а может быть двухкомнатной две спальни гостиная и кухня потому что кухня маленькая 11 квадратных метров поэтому понятное дело придется делать гостиную и так друзья давайте посмотрим с какой планировкой будем иметь дело что у нас есть у нас есть прихожая и кстати говоря это хорошо что вот такая вот она квадратная правильной формы правда есть какой-то выступ это коммуникации скорее всего и есть раз два три 4 5 дверей 5 дверей в одной маленькой прихожей это похоже на магазин дверей так делать не надо ребята но окей хорошо есть есть кстати есть то есть а из-за того что пять дверей шкаф то поставить некуда вот куда сюда не поставить сюда нет 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 только сюда пару гвоздиков чтобы шубки повесить маловато место но есть место в коридоре такой нет не так чтобы длинный но тем не менее есть коридор есть даже такая ниша для того чтобы сюда повесить шкаф шкаф тоже не получится поставить длинный ну буквально 2 и 1 метра 2 метра 2 метра 10 сантиметров окей здесь же из прихожей вход в кухню здесь же вход в гостиную скорее всего и когда мы будем из одного помещения в другое ходить а тем более еще в гостевой санузел мы будем постоянно и неизбежно проходить через грязевую зону а это не есть хорошо дальше длинный коридор две двери напротив друг друга тоже не всегда хорошо иногда нормально но не всегда почему потому что когда две двери открыты мы сразу на просвет видим там например унитаз а он здесь как раз вот есть вот унитаз тут же опять же стиральная машина ребята но не ставьте стиральные машины в ванные комнаты давайте находить другие какие-то места даже не красиво ну честное слово ну окей ладно дальше комната 15 метров это скорее всего детская которая нужна заказчика ну и дальше спальня аж с шести окнами ребята 6 окон в спальне 80 нет вру 21 квадратный метр вообще сюда очень хочется конечно зал перенести еще и вместе с кухней потому что много окон они угловые это всегда классно но это будет спальня потому что над жилыми помещениями кухни располагать нельзя так что облом из плюсов этой комнаты хотел сказать квартиры это много-много окон они узкие значит застройщик называет это принцип нью-йоркской застройки нью-йоркский дом нее нью-йоркские окна ну не знаю насколько они нью-йоркский напишите в комментариях так это или нет может из вас кто в нью-йорке жил и знает это нью-йоркские окна или екатеринбургские не знаю в общем пишите ладно в каждом в каждой комнате по два окна и вроде бы это дает возможность по придумывать много разных планировок ну например там перегородку вот так можно поставить между двух окон но не получится потому что вот это вот все несущие опоры опоры несущие понимаете и все так называемые свободные планировки превращаются в несвободные мы все равно ориентируемся на эти огромные выступы пилоны которые никуда не деть вот так вот ну ладно сейчас покажу как можно сделать красиво кстати если еще не подписался сейчас самое время подписывайся и смотри дальше в этом варианте который я вам показываю перегородки не трогались все осталось на своих местах тот же самый холл он же прихожая с теми же самыми пятью дверями куда некуда поставить шкаф вот то есть получается мы заходим нам нужно видимо здесь снять обувь которая здесь будет валяться либо взять ее в руки пойти в коридор поставить вот в этот вот шкаф и снять тут же одежду понимаете сколько движений то есть зашли в прихожую вроде бы она есть но какая-то она нефункциональная дальше зашли и вот в шкаф мы это все развешиваем на мой взгляд это не очень удобно ну ладно дальше у нас есть санузел куда я перенес стиральную машину из общей ванной в общей ванной это точно не нужна стиральная машина здесь ну ладно бог с ним пускай стоит раз уж нам нельзя ничего переделывать пускай здесь стоит стиральная машина унитаз и раковина кто-то скажет слушай так нельзя же напротив хода ставить унитаз типа некрасиво ребята я так расположил потому что унитаз стоит ближе всего к стояку который находится вот прямо здесь поэтому ближе всего к нему поставил унитаз вот и все вот и вся логика но тем более там стиральная машина стоит все равно ничего красиво не будет так что ну и ладно дальше кухня друзья но в кухне все по классике угловая кухня но единственное чем не удалось украсить этот будущий кухонный гарнитур это тем что поставить высокие шкафы прямо до потолка в которых замурован холодильник духовой шкаф микроволновка возможно кофемашина все это в одну линию но а дальше уже пошла поверхность для всех так сказать наших привычных дел на кухне раковина помыли дальше положили там что-то порезали и поварили на варке дальше сервировали и дальше на стол ну вот какая-то такая история дальше зал в зале диван два кресла телевизор нету никаких шкафов друзья но так как в этом варианте в прихожей шкафов мало то скорее всего сюда чем притащат поставят и начнут хранить захламлять помещение поэтому перепланировку надо делать надо надо делать я ее сделал потом покажу детская комната шкаф кровать стол стеллаж все собственно ну что тут еще поставишь стол понятное дело поближе к окну около окна зона для активности то есть для игры и поближе к свету всегда делают идем дальше ванная здесь я тоже поменял местами сантехнику поближе к стояку располагается унитаз дальше большая раковина и ванна вдоль стены конечно никакой стиральной машины здесь быть не должно поэтому убрал ее в санузел это даст нам возможность сделать ванную покрасивее да то есть избежать всех этих технократических приборов идем дальше и такая ну усеченная мастер спальня получилось то есть мы заходим через гардероб то есть есть гардероб причем интересное решение шкаф с двух сторон не напротив а с двух то есть чей-то ну допустим женский шкаф он с этой стороны вот со стороны входа а мужской шкаф со стороны кровати ну или наоборот зачем я так сделал затем чтобы вдоль другой стороны шкафа вдоль другом вот где у нас гардеробная с одной стороны стол короче я запутался это рабочее место все вы поняли посмотрите заходим слева шкаф справа рабочее место это такой аля кабинет то есть сидим работаем тут же есть кресло сели почитали все это за дверью можем закрыться никто нам не мешает и кстати говоря мы не мешаем тому кто спит кстати столько штор придется закрывать чтобы затемнить помещение 6 штук это тоже нужно учитывать но и со стороны спальни стоит кровать достаточно свободно места хватает кроме кровати и тумбочек здесь ничего нет ну ну шкаф понятное дело про который я сказал и так ребята это вариант номер один который без переноса стен а сейчас будет вариант номер два где стены немножечко поменял если еще не подписался подпишись говорит саша оператор поэтому давай давай спеши подписывайся спальня начну со спальни здесь ничего не менялось с точки зрения перегородок единственно поменялась мебель здесь рабочее место маленькая она поближе к окну это наверное вариант когда мы дома работаем не с утра до вечера а так периодически ну такого небольшого стола будет вполне достаточно зато у нас выделяется зона гардеробой один шкаф второй шкаф то есть зашли такой классический гардероб и в что мне нравится здесь есть окно окно в гардеробе это круто всегда друзья а зеркало можно расположить прямо на двери есть такие классные двери на которые можно приклеить все что угодно и полностью вся поверхность будет зеркальной правда круто круто дальше заходим спальню ну и там у нас кровать с другой стороны шкафа мы можем либо стеллаж поставить с книгами либо стеллаж дополнительным хранением вещей либо какой-то невысокий комодик на который поставить красоту картину зеркало либо это какой-то декоративный стеллаж с декором в общем здесь уже большое поле для творчества поэтому фантазируйте делайте оформляйте переходим в детскую здесь я тоже мебель немного поменял обратите внимание кровать шкаф ближе ко входу подальше от окна у окна зона освободилась максимально это нужно для игр пришли гости друзья паровозики катаем кубики складываем все это хорошо освещается здорово хорошо правильно ванная комната здесь я тоже переставил сантехнику там где идет стояк вровень с ним делаю шкаф внутри этого шкафа помимо инсталляции для навесного унитаза сверху огромное количество хранения потому что открываем дверки и туда составляем все 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 что у нас есть ванна это очень здорово напротив входа получается огромная раковина вот прямо огромная к такой огромной раковине даже два смесителя можно приделать и сразу двоим умываться правда круто я знаю что круто ванна в торце тоже красиво можно оформить ну и теперь самое главное общее пространство смотрите я здесь ломаю практически все перегородки за исключением санузла в санузле и оставил как и было в первом варианте унитаз раковину стиральную машину а вот все остальные перегородки убрал и у меня получилось единое пространство которое зонируется шкафом огромный шкаф на два с половиной метра который разделяет прихожую и гостиную причем гостиная не просто а это кухня гостиной перегородки между ними нет и это одно большое единое пространство за счет того что шкаф стоит свободно практически в середине и не прислоняется к стене обратите внимание здесь между стенками расстояния ну примерно сантиметров 30 или 40 это нужно для того чтобы ходил воздух это нужно для того чтобы наши глазки видели что там понимаете как бы вот вот ходит вот этот вот воздух и это ощущение простора понимаете нету границ в которые мы упираемся глазом а есть пространство куда наше зрение как бы вот проникает как бы скользит наш глаз туда дальше вот ну смысле не глаз скользит зрение ну то есть мы увидим вы поняли в общем ну чё придираетесь то смотрите сколько много хранения получилось смотрите сколько простора получилось и нету никаких вот этих дурацких дверей и ощущения что мы в каком-то магазине дверей здесь всего лишь входная дверь и дверь санузел все было пять стало две этаж экономия какая сейчас двери знаете какие дорогие вместо пяти вы купите две и место для хранения больше и денег сэкономили и простора получили а кто молодец я молодец поэтому обращайтесь за консультациями пишите в комментариях для вас тоже сделаю недорого вообще цена смешная вообще не понимаю как 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 я за такие деньги вообще делаю я вообще не понимаю саша надо поднять срочно цены что здесь есть еще в прихожей пуфик и комод комод на правильном месте на выходе из кухни-гостиной когда мы выходим мы выходим на красоту есть буфет какой то есть комод какой то сверху над ним картина ваза с цветами и это фокусная точка про фокусные точки есть отдельное видео ссылочка здесь пожалуйста переходи смотри что у нас в кухне-гостиной у нас есть конечно же диван кресло телевизором куда без них есть отдельно стоящий стол за который мы можем сидеть смотреть телевизор общаться с тем кто готовит можем этот стол раздвинуть пригласить гостей всем вместе усадиться на этом столике между столом и диваном есть такая небольшая консоль кстати удобная штука на нее можно какой-нибудь там не знаю печенье конфеты журналы все что угодно поставить ну и плюс это такое как бы разграничение между гостиной и кухни очень удобно и визуально и с точки зрения функционала кухня вытянута между стенами обратите внимание здесь ставится между балконом и залом раздвижная перегородка стеклянная балкон то теплый поэтому на балконе холодильник и чтобы до холодильника добраться нужно балконную дверь от застройщика выкинуть и поставить свою которая вот так вот тут же складывается вот так вот вы ее открыли и у вас пространство балкона становится пространством кухни и там у нас стоит холодильник хоть огромный поставьте вот этот знаете вот этот сай бай сай бай сай май сай ну короче большой вы поняли холодильник отдельно стоящий кстати отдельно стоящий холодильник это тоже экономия средств потому что встроенный стоит дороже под него нужно построить мебель это дороже а место в нем меньше чем в обыкновенном холодильнике кто не знал вот теперь знаете а если вы поставите вот этот сай бай сай май сай то он еще больше и он стоит прям там вот тут вот прямо вот на балконе никому не мешает все здорово хорошо кошер на а есть еще одно небольшое помещение это мечта хозяек я прямо знаю это кладовка при кухне но это было пожелание клиентов на самом деле и я ее здесь воплотил так то может быть я конечно кухню дальше туда продлил но благодаря пожеланиям клиентам я всегда прислушиваюсь к пожеланиям поэтому это важно здесь есть кладовая при кухне это же очень удобно ребята смотрите что то может быть во первых могут храниться запасы баночки скляночки макароны туалетная бумага рис там в общем все то что вы бросились покупать когда вот все это случилось и все по магазинам все скупать а вам не надо у вас это уже все есть кладовки представляете вот просто все вы на все случаи жизни просто готовы а также здесь можно сделать дополнительную небольшую кухонную поверхность на которую вы поставите комбайн мультиварку еще в общем все то что портит внешний вид интерьера все будет спрятана за дверью зашли туда в мультиварку загрузили что-нибудь и ушли дверь закрыли все вся кухня чистая красивая ничем не захламлена это же это ли не чудо друзья вот вот она гениальность планировки ну и конечно же в завершении я покажу вам что мебель то расставлена не просто так а смысле вся мебель расположена обратите внимание по оси она вся отцентрована это все даст в будущем красоту и гармонию неважно в каком стиле вы будете делать в классическом современном в китайском в японском как угодно вот это даст вам гармонию и красоту здесь также я позаботился об ощущении простора это сделано за счет того что во первых кухня-гостиная объединена во вторых прихожая с кухней-гостиной объединена и разделяется только вот этим шкафом который стоит свободно практически посередине помещения и вокруг него как бы ходит воздух вот именно только за этого будет ощущение вот этого самого простора с другой стороны прихожая она все равно вот этим шкафом разделена и нету такого ощущения что зашел и зашел сразу попал в зал в общем все идеально друзья вот смотрите кому от прямо вот это фокусная та самая фокусная . про который я говорю раковина прямо напротив входа то есть пользуемся принципом заходим заходим на красоту спальне то же самое но это изголовья как правило в кухне-гостиная то но это там где телевизор может быть это там где стол там люстра может быть вот та самая фокусная . в общем друзья идеальная планировка получилось пишите в комментариях что думаете по этому поводу поставили бы шкаф вот так вот посередине не прижимая к стене послушали бы дизайнера его правильные советы но с моей точки зрения правильной с вашей не знаю поэтому интересно почитать в комментариях что вы думаете по этому поводу ну а пока ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик подписывайтесь но говоришь подписывайтесь не уходите подписывайтесь на этом все всем пока да прибудет с вами муза друзья про отдельно стоящий шкаф только я закончил снимать этот ролик и мне тут же оператор саша говорит слушать тебе сразу два комментария во первых как будет держаться шкаф шкаф держаться будет очень просто во первых мы его крепим к полу и к потолку шкаф упирается в потолок там же крепится поэтому он никак не раскачается и не упадет вопрос номер два там же дети будут бегать что это такое так в том то и прикол ребята дети любят бегать кругами когда для них появляется такая возможность вот эти штуки то можно прятаться вокруг можно бегать догонялки пряталки это же вообще кайф просто для детей это море эмоций а для мамы это спокойствие ну да вам кажется они бегают ну так они сами бегают и к вам не пристают правильно а тут бегают за юбку дергают мамы поиграй со мной и бегай круги нарезай понятно да